СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У юношей пока в нынешнем сезоне дела складываются не так удачно. Коллектив не выиграл ни одного поединка и ни разу еще ни у кого не выиграл ни одного сета. Проблематично было сделать это и в противостоянии с Газовиком, тем более что оппонент выглядел скорее злым после поражения недельной давности от молодежки. Газовикам необходимо было избегать всяческих неожиданностей, дабы не отстать от двух лидеров чемпионата и не выпасть из протокола гонки за первое место. Вот почему же в стартовом сете команда в синей форме взяла образы правления в свои руки и показала сопернику, где, собственно, сейчас находится его место 25-13. С небольшим преимуществом команды Сергея Нефатова проходил и второй сет, однако здесь юноши уже не выглядели столь робкими. Напротив белозеленые часто шли в атаку, нанося мощные удары и ставя при этом в тупик оборону Газовика. В один из моментов детско-юношеская спортивная школа даже была впереди, но в концовке преимущество не удержало. Опыт и мастерство игроков Газовика сказался. Счет партии 25-21. В третьем сете доминирование Газовиков продолжилось. Естественно, их соперники старались оказывать всяческое сопротивление, но юношам в нынешнем сезоне еще не удавалось переламывать ситуацию. Верим, у ребят все впереди. Что же касается отчетного противостояния, то здесь детско-юношеская спортивная школа слегка огрызнулась, но не более. Партию под номером 3 Газовик выиграл 25-15. Это четвертый успех данного коллектива. У детско-юношеской спортивной школы в пассиве пятое поражение. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».